Вот пролил битинчиком клуб итальянки. Итальянка хорошо наращивается в мощной семье. То есть карника, например, тоже может занимать 8-9 рамок, но они ужимаются и занимают как бы половину. То есть 8 рамок вот так вот. А итальянка получается весь, весь улик. То есть все 8 рамок ческики 9 она полностью занимает. Если хорошая семья, она хорошо наращивается. Мощные получается семья на зиму. Итальянка в принципе достойная пчела, но с ней надо уметь працювать на качевке, использовать ее на взятках, откачивать, качевать. На стационаре лучше карнику, звичайно. Больше экономная пчела. Ну а так вот две пины моих. Плюс 2, плюс 3 спокойно проливаем, закрываем, снимаем клеща, чтобы нам мороз помогал, что он падает на дно и замерзает додатково. Может кто-то меньше там подушит паров этих. Так, прохожу еще на другую тачку. Значит сегодня 10 или 11 листопада. На улице плюс 2. Вот я открываю итальянку. Итальянка в таком клубе сидит. Уже чуть-чуть провели. Плотненький клуб на 6 рамок, на 7. И вот так вот с бутылочки аккуратненько проливаю. Все, вот. Все пролив, закрыв. Такая температура сприяет тому, что клещи, которые падают, замерзнут на дне. То есть при плюс 2, плюс 3, 0 градусов. Он просто не сможет сховаться ни где в щелинах. Ему холодно будет. Ну вот так вот. До речи, с вчерашнего на первом тачку осыпь я подивился. Контрольные газеты. В одни семейки штук 40-50 клеща упало. В іншой, по-моему, штук 200-250. 200 на газетке было, но я так предполагаю, что их больше было. Больше там. Такие вот результаты. Проликовываем от клеща и пускаем их в зиму. Это ведь Карника Кройс. Вот они все-таки занимают половину. 8 рамок цих, но половину. А итальянка, получается, вона вообще весь такий клуб. Шар. Ну все, проливаем этих бипинчиком. Під осень, під зиму, почти что під зиму. Тут у нас еще одна Карника Кройс сидит. Сейчас глянемо перед бипинчиком. Вот так вот ребятки сидят. Тоже заняли 8 рамочек. Берем и их бипинчиком проливаем. Вот так прям по улицам. Эта крупнейшая. Это я показывал. Я в семью посадил Карнику Кройс, и она так наростилась хорошо. То есть эта Карника, блин, она мощнейшая, я бачу. Вот такая пчелка у нее. Вот сиренькая. Хороший Кройс. Эта Карника. Именно по наращиванию отводочки вытянули. А семья вообще хорошо наростилась. Теперь же подивимся зимовка и медосбор сокации. Вот у меня на стационаре. Вот дальше львится. Ну в общем вот так отобрабляем их, прохладненько. Заканчиваем обраблять другий точок. Эта бутылка очень удобна. Дырочка только с верху. То есть руками можно брать без перчаток. Но очень маленький контакт с ядом. Почти не попадает на руки. Очень удобно пропалить. Ну один миллиметр или там дырочку сделать иголкой. Так вот обработка. Проводим все в респираторе. Всем удачные зимовки. Хорошего обработка от клеща. Вибачаюсь. Не так сказать. Не в респираторе, а в противогазе с угольными фильтрами хотя бы как минимум. Чтобы не надихаться от этих паров. Если целый день обрабатывать один точок, а тогда целый день другий, то надо угольные фильтры. Если пару семей, то конечно можно там марлю повязаться. Так что заходы безопасности работы нужно выполнять. Еще одну карнику пришлось. Вот такая картина. Такие карники клубы. Все-таки на половину велика. Восемь рам, но на половину. А итальянки в бакфасте почти восемь рам полностью занимают. Полностью контролируют, как так сказать. Еще одна итальянка. Опять же, они контролируют полностью. Восемь рам клуб. Им не мог куда рухаться, они везде. Везде в сангулку получается. Хорошие клубы. Такая итальянка. Хорошо наращивается. Хорошие пчелы на кошелку. Хорошие пчелы на кошелку.